ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! В эфире новый выпуск молодежной программы «Поколение Некст». Это Даша, а я Маша. Сегодня мы расскажем вам об интересных событиях в нашем городе. Научим главным лидерским качествам. И сдадим жителям самые актуальные вопросы. Все интересное впереди. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди масштабный осенний субботник, участие в котором примут жители всего нашего города. А пока убирать город холодам уже начали артемовские школьники. О молодежной акции «Чистый город» расскажет Карина Пахота и Марина Парсолова. Несмотря на эту холодную погоду, ученики школ города Артема вышли на улицу и поддержали акцию «Чистый город», убрав улицы от грязи, листьев и прочего мусора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экологическая акция «Чистый город» прошла в преддверии общегородского субботника. Школьники очистили улицы от мусора и опавшей листвы, побелели бордюры и деревья, убрав город от остановки Берзарина и до мебельной фабрики. Каждой школе, которая принимала участие, был дан участок земли, который им необходимо было убрать. Такие мероприятия в городе проводятся дважды в год – весной и осенью. Участие в таких акциях – это не только полезное, но еще очень увлекательное мероприятие, которое сближает и объединяет людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария Просолова, Сергей Корнеев, Светлана Норик. Специально для поколения Некст. Вот, держи. Это еще что? Перчатки. Ты же собираешься принять участие в уборке города? Думаю, придется. А вот собирается ли горожане трудиться на благо Артема, выяснила Алена Рудица. Пойдете ли вы на субботник? Навряд ли. А почему? Потому что я работаю. С какого припуга? Бросить свою работу и идти делать работу за других? Ну, абсурд. Нет. Почему? Не пойдем. А почему? А потому что в положении работать нельзя. Субботник, если честно, я даже про него позабыл. У нас уже на работе есть субботник. Мы уже сегодня субботились. Надо, чтобы наш город был в порядке. Потому что, знаешь, наш город был красивым. На своем предприятии пойду. Чтобы было приятно ходить по улицам, смотреть, любоваться красотой. Чтобы под ногами листья не путались. Помогать, как бы, коммунальным службам, я так понимаю, убирать. Почему нет? Мы вот недавно были в Хабаровске. Там поразительно чисто на всех улицах. Видимо, все ходят на субботник. Чище в городе будет. Это будет намного лучше, конечно. Приятнее жить. Знаете, это не столько мероприятие, которое облагораживает внешний облик города. Мы же сейчас об этом конкретно говорим. То есть сколько приучают людей к тому, чтобы быть готовым. Самим в случае чего прийти на помощь благостному виду. Смотря где, конечно, нужно повозить. Ну, допустим, в городском парке себе убраться. Это да. А если просто нести улицы, на это есть такие службы, на все случаи, я так думаю. Ну, деньги платят всегда, как мы были в субботнике. Почему не пойти на субботник? Даша, ты бы хотела уехать из дома и попробовать жить самостоятельно? Маша, если ты хочешь сбежать из дома, знай. Я этого не приветствую. Не переживай, я не поеду автостопом до Москвы. Просто у меня недавно было интервью с лицеисткой, и она рассказала много интересного. Всемирный день лицеиста, который празднуется 19 октября, приурочен открытию Императорского царско-сельского лицея. Это случилось более 200 лет тому назад, в 1811 году. А сегодня мы позадаем вопросы Насте, которая в данный момент учится в лицее. Привет, Настя. Привет, Маша. Что интересного есть в вашем лицее? Ну, первоначально в лицее мы учимся. У нас есть своя система самоуправления, где верхушка – это президент. Также в лицее существуют различные кружки и различные секции. В которых участвуют наши лицеисты. Они развиваются не только духовно, но и физически. Чем лицей отличается от школы? На самом деле лицей не сильно отличается от школы. Помимо того, что в лицее чуть-чуть больше требуют знаний, чем в школе, также в лицее есть свои традиции. Например, на посвящение в лицеисты, которое у нас пройдет 19 октября, наши ученики учат старолицейский, так сказать, вальс. Как проверяют ваше знание в лицее? Наше знание в лицее проверяют, как и в обычной школе. Только у нас есть еще различные формы, типа викторин, контрольных, тестов. Не в каждой школе так проверяют. Ты в лицее учишься с первого класса? Нет. Мой лицей, лицей интернет-бревесник, раньше у меня мучилось всего с 9 по 11 класс. Но с того года нас соединились с третьей школой, и теперь лицей с 1 по 11. О боже, у меня ватсап разрывается! Сколько можно мне писать? Да ты, я смотрю, популярная личность? Да не очень. Просто уже увидела следующий сюжет о том, как располагать к себе людей. Иногда мы задаемся вопросом, почему одни дети пользуются уважением у своих ровесников, а других совсем не замечают? Как нам кажется, эта проблема требует особого внимания. А вот разобраться с ней нам поможет детский психолог Ахмадулина Ольга Витальевна. Ольга Витальевна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как стать интересным собеседником? Стать интересным собеседником на самом деле бывает кому-то легко, а кому-то непросто. Тем более, если мы говорим о молодых людях, о подростках или о формирующихся личностях. И на это влияют разные факторы. Как специалист могу сказать, что здесь влияет и то, как ребенок растет, как он развивается, в каких условиях, как выстраиваются отношения с родителями с самого начала, с самого маленького детства. Ну и человек, если он настроен на общение и хочет как-то познакомиться со своими ровесниками, он так или иначе это пробует делать. Но у кого не получается, то, может быть, он узнает либо у друзей, либо родители помогают. А может быть, приходится обращаться как раз к специалистам. Какую роль играет улыбка в общении с человеком? Улыбка, конечно, она в процессе общения играет, если не сказать основополагающую, то очень главную роль. Особенно на начальном этапе общения. Потому что, когда люди встречаются, и если на лице одного из них улыбка, это всегда располагает в первую очередь. Скажите, пожалуйста, стоит ли подражать кому-нибудь или лучше быть самим собой? Иногда бывает, когда ребята растут, подростки, да, да, бывает, очень хочется быть похожей на подружку или друга. И тогда действительно начинает подражать. Но не всегда это воспринимается другими благоприятно. И, как правило, у каждого человека, даже подрастающего, есть какие-то свои преимущества, свои особенности, о которых он, может быть, не совсем хорошо знает, но они у него точно есть. И вот хорошо бы, чтобы, если он сам это не видит, возможно, взрослые бы ему помогли показать, что в нём есть такого, что он может представить своим друзьям, не подражая им же. Иногда люди, общаясь, стараются похвастаться, похвалиться своими достижениями. Скажите, пожалуйста, правильно ли это? Хвастаться — это значит рассказать о своих успехах. Если смотреть на хвастовство с этой точки зрения, тогда хвастаться можно и даже полезно. Общаясь с людьми, стоит больше говорить или слушать собеседника? Здесь нужно сказать, что хорошо бы соблюдать золотую середину 50 на 50. Здесь важно уметь выразить свою точку зрения и дать возможность собеседнику тоже высказать свою. Наверное, из этого интервью вам стало ясно, что чтобы быть успешным в обществе, надо с гордостью говорить о своих достижениях, не бояться быть самим собой, разговаривать с собеседником с улыбкой, внимательно слушая его. Хлеб всему голова, не хлебом едины. Даш, остановись, ты что, сборник пословиц и поговорок проглотила? Нет, я просто побывала на празднике каравая. Просто офигенно. Там еще не только багет, там еще лаваш рядом лежит. Лаваш? Да. Чувствую себя каким-то пекарем. Голос, чтоб крошки не сыпать. Ребят, я так рада вас видеть. И тебя тоже. Вы спросите, почему? Потому что 14 октября у него был день рождения. Давайте поздравим его. Хлебушек поздравляем. Условно. Хлеб ценился во всем мире, во все времена. Причем не только у нас в России. Но вот только одного я понять не могу. Хлеб в разных странах изготавливается практически из одной и той же муки. Так, так. А почему он получается таким разным? Вот, пожалуйста, батон. Белый классический. Или вот. Тоже, казалось бы, самое. Из той же муки. Совершенно другая история. Лаваш. Или французский багет. Одна и та же мука, но разный хлеб. Самый большой хлеб в мире был испечен в 1996 году. В Акапулько, Мексика. Хлеб длиной 9200 метров. Это нехилый такой размерчик. Хлеб по закону Мерфи будет падать маслом вниз. Давайте проверим. Четенько. Кто-то теперь все убирать будет. Эй, парень, кушать хочешь? Бутерброд с маслом. Бутербродка она пришла. Я опровергала, но полно не масла вниз. Маша, хочешь бутерброд с маслом? Вкусный. Хлебушек Дарья Бондаренко, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Всегда ваши для поколения Next. Ну и все, наверное. До встречи в новых выпусках. Смотрите поколение Next и будьте активными. До встречи на субботнике. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин